На уходящей неделе в Гомеле обсудили вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Речь идет примерно о 1400 объектах. И хотя это почти в три раза меньше, чем было в 2016-м, задание на этот год можно считать достаточно напряженным. Какие меры предлагает принять Комитет Гомеля облоимущества и какие требования выдвигаются к специалистам на местах, знают наши корреспонденты. В соответствии с поручением Гомельского облсполкома в четвертом квартале прошлого года Комитет Гомель облоимущества провел анализ реальной эффективности использования недвижимого имущества. В шести районах неиспользуемых объектов не оказалось вообще, зато в остальных их насчитали около полутора тысяч. Меры, которые будут приниматься к владельцам неиспользуемого имущества – штрафы за нарушение земельного законодательства и санитарных норм. Такие здания действительно не украшают населенные пункты. До начала этого года был еще один стимул навести порядок – повышенный в 10 раз коэффициент к ставке земельного налога и налога на недвижимость. Именно такую меру применили к владельцам зданий бывшего завода торгового оборудования. Как результат, 3,7 объектов уже снесены, на остальных началась реконструкция. Впрочем, особого выбора у предприятия не было. Случаи, когда проданные на аукционах объекты возвращаются к государству, в Гомельской области также не редкость. Есть, к сожалению, недобросовестные, которые приобретают имущество и по истечении нескольких лет их не используют. Поэтому в рамках законодательства мы данные объекты возвращаем обратно в государственную собственность. Таких объектов у нас возвращено уже более 30% от проданных за последние 10 лет. По вовлечению объектов в хозяйственный оборот в прошлом году Гомельщина стала лучшей среди областей Беларуси. Но это не повод для победных отчетов. Тем более, что для ряда субъектов хозяйствования закрытые на замок здания – это дополнительные и достаточно большие затраты. На балансе коммунального предприятия «Советское» объекты, от которых в свое время отказались предыдущие владельцы. Несколько раз их уже сдавали в аренду, но ожидаемого результата не достигли. На сегодняшний день свободные нежилые помещения. Затраты по ним Кожуруб Советская несет за счет собственных средств. Это затраты по амортизационным отчислениям, налог на землю, налог на недвижимость, а также в зимний период оплата за отопление. Так как все помещения у нас находятся на первых этажах жилых домов, встраиваемые, отключить отдельно от жилого дома не имеется возможности. Два здания бывших музыкальных школ, расположенных в Гомеле по улице Войкова, выставлялись на торги 18 раз. В декабре прошлого года Гомельский горосполком принял решение об их продаже за начальную цену в одну базовую величину. В ближайшее время здания выставят на электронные торги. Сегодня этот способ продажи неиспользуемого имущества еще не является основным, однако считается достаточно перспективным. Мы проводим электронные торги с 2016 года. Каждый год они все активнее и активнее. В 2018 году мы провели 7 электронных торгов, выставили на них 55 объектов, из них было продано 8. То есть развивается с каждым годом, и это современные технологии, конечно, которые будут пользоваться активным спросом. В качестве положительного примера использования имущества, которое длительное время не приносило никакой пользы, бывший производственный участок завода «Эмаль-посуда». Сегодня на 44 тысячах квадратных метров размещается самый большой в Гомельской области торговый центр. Уже больше года здесь нет свободных торговых мест, заполняемость стопроцентная. Ежемесячно этот центр посещают более 450 тысяч покупателей. Очень удобный магазин в том плане, что сюда пришел, закупился полностью все то, что нужно для дома, для семьи. Не знаю, мне, я очень довольна этим зданием и именно этим комплексом. Очень красиво, вы же сами посмотрите, какие оригинальные красивые залы, какие шикарные магазины. Поэтому я только за такие магазины. Для более эффективного использования имущества и, как следствие, развития экономики региона, в Гомель обл. имуществе предлагают активизировать работу по продаже объектов, которые не используются. Плюс проведение активной рекламной кампании и оперативное принятие решений о распоряжении имуществом. Соответствующие решения будут приниматься местными райисполкомами, деятельность которых в плане вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества пока оценивается неоднозначно. Значительного положительного влияния не оказывает даже проводимая в регионе учеба специалистов, занимающихся вопросами использования недвижимого имущества. Если мы прошлые годы шли первыми, то сейчас уже, видите, нас уже нагнали и мы уже меняем ситуацию. Поэтому начинаем давайте работать хорошенько в этом плане. Потому что это не только наведение аппарата на земле, но это экономика, вовлечение, продажа. Это новые рабочие места, это создание условий для работы бизнеса частного. Поэтому давайте уделим этому внимание. На 18 февраля в Гомельской области запланированы очередные аукционные торги. Среди предлагаемых объектов – общежития в агрогородке Лукский Жлобинского района, а также комплексы семи зданий в городском поселке Корма. Олег Сентюров, Анастасия Кучинская, Валерий Гопанько. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова